МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем занимается сити-фермер? Как будет выглядеть работа программиста через 10 лет? И все ли мы знаем о работе спасателя? Как выбрать профессию, чтобы в будущем любить свою работу? Именно для этого в нашей стране и запущен проект Билет в будущее. О его реализации в Чувашии мы поговорим сегодня в эфире программы «Один день с профессионалом». Как напряжение, коллега? Пока в норме. Хорошо, держите меня в курсе. Получилось. Ёжик, строить будущее – наша профессия. Как известно, лучшая работа – хобби, за которые тебе платят. Это цитата известного промышленника Генри Форда. И хорошо, если ты с детства точно знаешь, кем хочешь стать – врачом, космонавтом или балериной. А как быть тем, кто не знает, на кого пойти учиться? Ответ прост – посетить техникумы и колледжи в рамках программы «Билет в будущее». Сначала школьники проходят тестовые задания на профориентированных, затем записываются на так называемые пробы. На очных пробах уже они могут попробовать что-то сделать своими руками, выполнить. То есть навыки. Сейчас очень популярен термин «скилз». «Скилз» – это навык. То есть никого уже не интересует теория, а нужно уметь что-то делать. И вот в рамках этого проекта они могут реально себя попробовать в данной профессии и понять, подходит она им или нет. 30 секунд. Именно за такое время настоящий спасатель должен надеть боевку. Саша Ефимов справляется первым. Дальше ребятам нужно правильно ликвидировать ЧАЭС, а именно завал. Извлечь пострадавшего из-под плиты, оказать первую помощь, доставить в безопасную зону. Мне очень понравилось, особенно то, что мы работали очень сплоченно, как настоящая команда. Форму одел первый раз, ощущается груза, небольшая гордость. И даже если в будущем Саша не станет спасателем, эти навыки точно будут не лишними. Они изучают различные оборудования, спасательные. Изучают устройства, затем при помощи занятий практических они отрабатывают эти свои навыки. То есть я думаю, это им пригодится в жизни. Почему? Потому что в жизни встречаются различные ситуации. То есть они должны быть готовы к различным ситуациям. На другой площадке школьники пробуют себя в роли барменов. Мохито или ананасовый физ в кабинете компетенции и ресторанный сервис показывают, как правильно готовить коктейли. Мохито – самый популярный напиток во всем мире. Здесь его может научиться готовить любой школьник. Потом запомнить рецепт и повторить его дома. Теперь его умею делать я. Лена Чайникова внимательно слушает преподавателя и добавляет ингредиенты строго по рецепту. Раньше я знала очень мало об этой специальности, но теперь я узнала ее намного больше. Пока я не знаю точно, с кем я буду в будущем, но скоро точно определюсь. И возможно, это будет именно данная специальность. Приготовление коктейлей – это только одно направление. Ресторанный сервис включает и сервировку стола, и подачу блюд, и многое другое. Мы можем внедрить складывание салфеток, потому что тоже на праздничный стол можно для родителей, для себя приготовить и что-то интересное. Например, елочка на Новый год или складывание каких-то приборов в саше. То есть что-то сделать интересное для себя. Графический дизайн – еще одно направление. Всевозможные баннеры, оформление телевизионного эфира, этикетки, обложки – лишь малая часть такого дизайна. В ход идут не чертежи или рисунки от руки на специальные компьютерные программы. Любой человек с творческой жилкой способен ее освоить. И у амбициозных художников масса шансов достичь творческих и финансовых высот. Поэтому направление графический дизайн – одно из самых популярных на платформе «Билет в будущее». Ну, поначалу чуть-чуть они себя чувствуют неуверенно, но потом уже, когда объяснишь им суть всей этой программы, как все это делается, и делается достаточно легко, записываются на как раз эти занятия именно те дети, которые чувствуют себя уверенно в программах векторных и растров. И они очень быстро, легко справляются, успевают сами сделать и друг другу помочь еще. На этом занятии школьники занимаются сувенирной продукцией, а именно разрабатывают подарочные упаковки. Им предлагается на выбор несколько вариантов коробок, но дизайн они придумывают сами. Рисуют его в специальной программе, распечатывают и собирают. На все про все им дается два часа. Если честно, я не знала, что есть такие программы. Раньше, до того, как я узнала, что можно делать такие упаковки, я обертывала свои подарки в оберточную бумагу, и было все как-то скучно. А сейчас можно самим все это создавать, делать по-своему. Разные стили, картинки, все что угодно, все что душе угодно можно делать. Такие занятия очень помогают. Ты каждый раз узнаешь нового профессии, смотришь плюсы и минусы. Валерия Китаева сейчас учится в 10 классе. Из будущей профессии она уже определилась. Я с детства люблю рисовать, все творческое мне нравится. Хожу в художественную школу уже 5 лет и думаю связать свою жизнь с искусством. Это сейчас более востребовано. Я уже давно планировала пойти на эту специальность, но мастер-класс мне помог точно определиться. Пока в одном колледже создают упаковки, в другом проводят опыты. 400. Не будем доводить до критической массы. Пошел! Опять перехимичили. Попытаться исправить оценку, как героя Яролаша, удалить накипь в чайнике или создать новые лекарства, все это можно сделать с помощью химии. Почти любая современная технология – это набор определенных химпроцессов. Так что еще одна профориентационная программа, пользующаяся повышенным спросом, это лабораторный химический анализ. Сегодня они должны проверить или исследовать свойства живого белка. Они должны уметь определять, то есть проводить качественный анализ на белок. Вот то, что лаборанты делают, мы сдаем мочу, они у нас проверяют белок. И результат дают. Вот они сегодня должны тоже такой результат получить. Отделить белок от желтка, смешать его с раствором, получить альбумин – задача школьников на ближайший час. Занятие мне очень понравилось, было увлекательно и интересно. Мы рассмотрели наглядно свертывание белка, попробовали сделать это сами. Всего было три опыта. Мне было очень любопытно узнать, как же свертывание белка влияет на наш организм. Юля Чистова интересуется химией не просто так. Я хочу пойти на врача-аллерголога. Раньше я рассматривала косметолога и дерматолога. У меня есть аллергия, она на пыль, на дешевую косметику и на плохой состав в продуктах. Я хочу помогать себе и другим людям бороться с ней. В рамках билетов будущие школьники могут примерить на себя любую профессию. Учащиеся разных школ уже пробовали готовить, работать на токарных станках, класть плитку. Мы были на каком-то физическом кружке, радиотехнике, все такое. Нам давали послушать частоты, давали понять, в каком диапазоне частоты мы слышим. Также мы там посмотрели, как электроны двигаются, прямо на телевизоре. Был такой телевизор, к нему подвинули магнит, и там волны такие из электронов были. Тоже интересно было. Я узнал, что мне интересно, что не очень. Куда бы я хотел поступить, куда бы я не хотел поступать. И думаю, для подростков мой вопрос остается довольно полезным. Билет в будущее школьники могут получить до 15 декабря. Чтобы попасть на занятия в рамках проекта, ученикам необходимо зарегистрироваться на платформе и пройти тестирование. Физеральный проект «Билет в будущее» работает уже второй год. Он успел охватить более 100 тысяч школьников из разных регионов нашей страны. В Чувашии с разными специальностями знакомятся более трех тысяч учеников. И, возможно, после мастер-классов они определятся своим будущим.